Мы потратили немало времени на рассмотрение шести сценариев, расположенных на кривой производственных возможностей, где при любом сценарии мы достигаем предельной выгоды. Это применимо не только к данным сценариям, но для любой точки кривой. Мы достигли на любой точке кривой предельной… Итак, давайте точку сдвинем вправо, к предельной выгоде. Итак. Предельная выгода. По-другому это можно рассмотреть так. Оказавшись на некой точке кривой, если мы хотим что-то еще из этих товаров, нужно отказаться от чего-то другого. Допустим, мы в точке С, и если мы хотим больше кроликов, то придется отказаться от части ягод. Или же если в точке С мы хотим больше ягод, то придется отказаться от части кроликов. И так для любой точки кривой производственных возможностей. Вот эта точка. Отметим ее другим цветом. Скажем, для этой точки эффективность производства не была нами достигнута. Ведь можно получить больше кроликов, вообще не отказываясь от ягод. И можно перейти к сценарию B. Или можно получить больше ягод, не отказываясь от кроликов. И мы перейдем к сценарию D. Вот здесь у нас неэффективно. Так, здесь у нас все в полном порядке. Во всех шести случаях мы достигли эффективности производства. Но какой следует выбрать, как распределить время? Сегодня я хочу поговорить об эффективности распределения ресурсов. Итак, эффективность распределения ресурсов — это понятие субъективное, основанное на предпочтениях, если мы охотники-собиратели, то на наших. Это хотя бы дает нам основу для размышлений, что же соответствует нашим предпочтениям. И для этого я напомню кое-что из прошлого видео. Оно о предельных издержках на покупку дополнительного кролика. Мы говорили об альтернативной стоимости каждого дополнительного кролика, каждой единицы или о предельных издержках. Давайте распишем различные сценарии. Вот наши сценарии. Давайте кратко распишем их, а затем поговорим о максимальной себестоимости одного дополнительного кролика. Нарисуем здесь кролика, одного, и она будет исчисляться в ягодах. Приступим к сценарию F. Всё это — повтор из прошлого ролика. Итак, в сценарии F, если мы хотим ещё одного кролика, нам нужно отказаться от 20 ягод. Отказаться от 20 ягод. В сценарии E мы переходим к сценарию E, мы хотим ещё одного кролика, и теперь придётся отдать 40 ягод. 40 ягод. Максимальная себестоимость одного кролика составляет 40 ягод. Перейдём к сценарию D. Я советую вам остановиться и попробовать самим. Я помогу вам разобраться. В сценарии D стоимость нового кролика — 60 ягод. 60. Идём к сценарию C. Теперь стоимость — 80 ягод. Итак, 80 ягод. Сценарий B. Стоимость одного нового кролика при нём равна отказу от 100 ягод. 100 ягод. И мы опустим сценарий A вовсе, потому что больше кроликов получить невозможно. У нас больше нет ягод для этого. Это все возможные сценарии и предельные сдержки при них. Можем даже изобразить их вдоль линии. Сделаем это вот здесь. Пригодится. Давайте нарисуем ось вот так. Вот наша ось. И теперь назовём эти различные сценарии. Сделаем это в том же порядке. Это будет сценарий F. Сценарий E. Сценарий D, сценарий C и сценарий B. Вообще-то, давайте лучше подумаем об этом с точки зрения количества белок, что у нас есть. Итак, белки. Как помните, в сценарии F… Простите, не белок, а кроликов. В сценарии F у нас 0 кроликов. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Это количество кроликов, не белок. Количество кроликов, которые мы в среднем можем поймать в день. А по вертикальной оси мы отметим предельные сдержки стоимость в ягодах. Итак, по вертикальной оси у нас будут предельные сдержки стоимость в ягодах. Итак, она будет от 20 до 100. Скажем, это 20, 40, 60, 80, 100. Сценарий F. У нас 0 кроликов, максимальная себестоимость каждого нового кролика равна 20 ягодам. Итак, здесь у нас сценарий F. Сценарий E. У нас уже есть один кролик, и мы думаем о максимальной себестоимости еще одного кролика. Это сценарий E. Он находится здесь. Это сценарий D. Себестоимость 60. У нас уже есть 2 кролика. Мы собираемся купить еще одного. Это сценарий D. Затем сценарий C. У нас есть 3 кролика, и мы хотели бы 4-го. Это сценарий C. Наконец, сценарий B, в котором есть 4 кролика, а мы хотим взять 5-го. И нам пришлось бы отказаться от 100 ягод, чтобы это сделать. Итак, сценарий B у нас здесь. Мы отобразили предельные сдержки. Это точки на нашей кривой предельных издержек, наша стоимость как функция числа кроликов, что у нас имеется. Соединим все точки. При данном сценарии у нас получилась линия, но это не всегда так. В большинстве случаев вводных курсов по экономике чаще берут линию, так проще. Итак, проведем линию здесь. Это наши предельные сдержки как функция количества наших кроликов. Стоит, пожалуй, нарисовать эту ось. Скопируем вот это, вырезаем, а потом вставляем, потому что это должно находиться на нулевой отметке. Игнорируем небольшую линию вот здесь. Здесь получается, предельные сдержки зависят от ягод. Мы по-прежнему не знаем, что выбрать. А чтобы это сделать, рассмотрим то, что называют предельной выгодой. Предельная выгода. Запишем это как PV. Предельная выгода дополнительного кролика. И мы вновь будем измерять это в ягодах. Чтобы понять, что такое предельная выгода, если мы охотники-собиратели… Например, у нас один из этих сценариев. Сколько бы мы заплатили некому гипотетическому магазину в ягодах? Возможно, этот магазин продаёт лишь кроликов и только за ягоды. Сколько бы мы заплатили в ягодах за одного кролика? Давайте не будем обращать внимание на это. Рассмотрим сценарий F. Он у нас вот здесь. Где у нас нет кроликов? Сколько мы готовы заплатить? У нас нет кроликов, зато у нас есть уйма ягод. Итак, у нас нет кроликов, но есть 300 ягод. Нет кроликов и много ягод. Мы можем захотеть купить кролика и будем готовы заплатить за него ягодами. Допустим, мы бы заплатили нашему гипотетическому магазину 100 ягод за кролика. Итак, магазин получает от нас 100 ягод за одного кролика. Теперь допустим, что мы в сценарии E. Сколько мы заплатим нашему гипотетическому магазину? Итак, в сценарии E у нас уже есть один кролик и меньше ягод, поэтому нам меньше нужен кролик. У нас меньше ягод на него, и мы не хотим отдавать столько ягод за кролика. Мы бы дали, например, 80 ягод. Переходим к сценарию D. У нас есть два кролика, но ягод стало ещё меньше. Мы хотим отдавать ещё меньше ягод за одного кролика. Вот что мы бы заплатили магазину с учётом наших текущих предпочтений. Теперь мы можем перейти к сценарию C. Он субъективен. Невозможно что-то измерить. Всё основывается на личных предпочтениях этого охотника-собирателя. В сценарии C стало ещё больше кроликов и меньше ягод, значит, мы заплатим ещё меньше. В сценарии B, когда кроликов достаточно, а ягод ещё меньше, мы будем готовы заплатить за кролика совсем немного. Правда ведь? Изобразим предельную выгоду как зависящую от числа уже имеющихся кроликов. В сценарии F максимальная себестоимость с учётом наших данных составит 100. В сценарии E стоимость. Сколько бы мы гипотетически были готовы платить в ягодах? Теперь 80 ягод. В сценарии D — 60. В сценарии C — 40 ягод. В сценарии C у нас вот здесь. И в нём стоимость 40 ягод. В сценарии B — 20 ягод. Вот так. В сценарии B — 20 ягод. Теперь мы говорим не просто о предельных издержках, но и о предельной выгоде. И всё это в ягодах. Кривая предельной выгоды — линия здесь, которая для простоты выглядит так. И с учётом этого, это кривая предельной выгоды. Предельная выгода зависит от количества кроликов, которые у нас есть. И это предельные издержки, зависящие от того, сколько у нас кроликов. Говоря о ситуации E, вот она. А это ситуация D, это снова ситуация C. Вот предельная выгода при ситуации B. Что рационально сделать в таком случае? Это всё мои предпочтения. Что рационально сделать? Если я нахожусь в ситуации F, у меня нет кроликов. И я знаю, чтобы получить кролика, мне придётся отдать 20 кроликов. Но, как я сказал, я готов заплатить 100. Извините, новый кролик обошёлся мне в 20 ягод. И, как я уже сказал, я готов заплатить 100 ягод за нового кролика. Итак, я бы хотел переместиться вдоль кривой. Я бы очень хотел получить больше кроликов. Я уже сказал, что готов платить 100 ягод за кролика. Но он мне обойдётся лишь в 20 ягод. И я имею в виду, что мне нужно больше кроликов. Можно изобразить это по-другому. Предельная выгода сильно превосходит издержки. И поэтому я пытаюсь купить ещё кроликов. Это применимо даже к сценарию Е. Предельная выгода дополнительного кролика сильно превышает издержки. И я хочу больше кроликов. В сценарии Е я по-прежнему пытаюсь их получить. Я хочу перемещаться по кривой производственных возможностей. Вот таким вот образом. Что же происходит, когда мы близки к сценарию D? Если мы находимся вот здесь, а это не один из моих стандартных сценариев, если мы тут, издержки всё равно ниже предельной выгоды. Я всё равно захочу больше кроликов, пока не наступит сценарий D. В нём нам как бы всё равно. Мы платим 60 ягод за кролика, но ровно столько и нужно отдать, чтобы его получить. Давайте ещё немного поговорим о сценарии D. Нарисуем его здесь. Выглядит любопытно. Допустим, мы хотим сделать что-то вне сценария D. Если мы находимся здесь, если в день я в среднем зарабатываю на 2,5 кролика, буду ли я… Имеет ли для меня смысл пытаться купить ещё кроликов? В данном случае выгода от дополнительного кролика меньше затрат на его приобретение. Если я захочу купить ещё кролика, выгода будет меньше затрат на его покупку. Так что я не хочу выходить за рамки D. Достигается эффективность распределения ресурсов, когда выгода и издержки равны. Исходя из того, как изменилась стоимость в данном примере, вот здесь мы выбираем сценарий D. Здесь достигнута эффективность распределения ресурсов. Предельные издержки, зависящие от кроликов, и предельная выгода, зависящая от ягод, равны между собой. До встречи.